Всем привет, друзья и гости моего канала! Спасибо вам за то, что вы смотрите мои видео, подписываетесь, пишите свои теплые комментарии, ставите лайки. Мне это очень приятно и дает стимул двигаться дальше. А также хочу сказать, что я не повар и не кулинар, поэтому не судите меня строго. Ну что, давайте приступать готовить. Сегодня я буду готовить два варианта блюд. Это бутерброды и котлеты. А готовить я это все буду из банки кильки. Кстати, у нее через 4 дня заканчивается срок годности, поэтому надо что-то приготовить. В Испании она стоит евро 30. Вот такая баночка кильки, обжаренная в томатном соусе. Начинаю готовить сразу с бутерброда. Мне нужна чашка. Я консерву уже открыла и отправляю ее сюда, в чашку. И теперь мне хорошо нужно ее растереть или вилкой, или взбить в блендере. Вот так хорошо я размяла вилочкой кильку. Ну, конечно, если взбить в блендере, то получится еще более однородная масса. Нарезаю батон на кусочки. Конечно, черный хлеб здесь бы был вообще в идеале. И сюда, в эту массу, я добавляю еще немножко черного молотого перца. Хорошо все смешиваю. На кусочки хлеба наношу смесь и выкладываю на лист. И теперь на средней терке я натираю сыр. Сверху на бутерброды выкладываю сыр. И теперь отправляю бутерброды в предварительно разогретую духовку 200 градусов, ну, где-то на 5-7 минут. Пока бутерброды в духовке, я буду делать котлеты. Так, что мне нужно? Сюда же, в остаток кильки, я отправляю рис. Хорошо все смешиваю. Нет, давайте добавим сюда сразу перчик. По мелкой терочке натираю лук и буду добавлять его в котлеты. Также сюда, если хотите, можно добавить и чеснок. Добавляю одно яйцо. Еще в котлеты я добавляю укроп и петрушку. Но это все по желанию. Хорошо это все смешиваю. По вкусу можно добавить соль и перец. При необходимости добавляю совсем чуть-чуть муки. Ну, это если фарш показался немного редким. Тогда можно добавить 1 или 2 столовых ложки муки. Все, смесь готова. Я ее оставляю где-то минут на 10. А тем временем посмотрим, что у нас с бутербродами. А бутерброды уже готовы. Выкладываю их на тарелочку. И можно посыпать сверху зеленью. Вот такая вкусняшка получилась. Сейчас они остынут, и я обязательно их попробую. Так, ну что, пока бутерброды остывают, я приготовила лист, накрыла его пергаментной бумагой. Приготовила панировочные сухари и буду делать котлеты. Масло я уже налила, оно у меня хорошо разогрелось. И теперь я начну делать котлетки. Часть котлет я буду жарить на растительном масле, а часть котлет я буду запекать в духовке. Переворачиваю на другую сторону. Обжариваются котлетки очень быстро. Ставлю котлетки с каждой стороны, ну, где-то минутки по три, наверное. Несколько штук я пожарила, а несколько буду отправлять в духовку. Часть котлет запекается в духовке. Я хочу попробовать бутерброд. Это очень вкусно. Я уже готовлю так не первый раз, поэтому нам всем это очень нравится. Хлебушек зажарился, хрустит. Если кто-то не пробовал так готовить, попробуйте, это очень вкусно. Давайте посмотрим, какие котлетки внутри. И тоже очень вкусные. Я буду ждать, когда приготовятся остальные котлеты в духовке. А вы не забывайте подписаться на мой канал. Обязательно пишите свои комментарии. Делитесь своими рецептами. Всем вам хорошего настроения. Пока-пока!